Юный изобретатель, крещенские купания и клад в Благовещенский. Эти и другие публикации, которые вы лайкали и комментировали в программе область сети. Как и чем живет при Амуре в социальных сетях, расскажу я, Руслан Козловский. А вы что-нибудь изобретали в детстве? Ну, что-то такое, что можно было бы воплотить в жизнь и тем самым принести пользу людям в мире высоких технологий. А вот Илья Котов, школьник из села Грибская, создал помощник для незрячих. Публикация об этом в телеграм-канале Амурского областного телевидения стала одной из самых популярных. У новости более тысячи просмотров. Юному изобретателю помогал наставник, педагог Благовещенского IT-куба Александр Стародубец. Прототип устройства через датчик расстояния оповещает о препятствиях. Сигнал человеку подает вибромотор, который нужно закрепить на коже. Крещенские купания да с ледовыми заморочками. Возможно, скажем мы. На одной из купелей в Благовещенске можно было не только в прорубь покунуться, но и полюбоваться мастерством ледовых художников. Предлагаем и вам оценить эту красоту. Ролик набрал более 8 тысяч просмотров. И вот группа художников, авторов таких культур. Крещение Господне. Уже почти вырисовывается ансамбль. В Благовещенске найден клад. При разборе деревянного дома рабочие обнаружили 200 купюр, существовавшие 100 лет назад в Дальневосточной Республике. Это еще одно популярное видео в телеграм-канале Ау-ТВ. Вост оценили более тысячи человек. Кстати, как только деньги нашли, часть тут же украли. Один из рабочих, увидев банкноты, схватил их и убежал. Оставшиеся банкноты приобрел местный антиквар. Хорошо, что живем на границе. Новогодние праздники в России отгремели, есть возможность продолжить и встретить китайский Новый год. В честь этого события в Поднебесной заработала ярмарка праздничных товаров. У покупателей есть возможность приобрести украшения для дома и квартиры в ателье по вырезанию орнаментов из бумаги. Для клиентов сформирована система скидок. Ежедневно проводится лотерея с розыгрышем товаров ярмарки. Классика будет бессмертна всегда. Так подумали студенты из Замбии, Ботсваны, Нигерии и исполнили кавер на песни группы The Beatles на фестивале в Комсомольске-на-Амуре. Ролик просмотрели почти 12 тысяч человек. Как отметили ребята, они уверены, что композиции The Beatles понятны всем, даже тем, кто не знает ни слова по-английски. В этом и есть сила музыки. Ценители искусства есть и в центре Стамбула. Коты окружили уличного музыканта, чтобы насладиться его игрой на инструменте. Новость оценили почти 60 тысяч российских пользователей. На Камчатке в центре внимания тоже кошка, но не домашняя, а дикая. Малышка-рысь заглянула в гости к жителям Камчатской Паланы. Она прыгала по снежным крышам и позировала фотографом. Видео посмотрели более 11 тысяч пользователей. Дикую кошку заметили на камерах видеонаблюдения. Рысь после прогулки изобрела погреть лапки в подъезд. Местные не испугались, запечатлели хищницу и в профиль, и в анфас. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте фото и видео на наш рабочий номер WhatsApp 8 914 596 4040 и возможно увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в социальных сетях.